Привет, мои гадзенькие экстремисты! Меня зовут Валентина. Посмотрите, яким бы мог быть червоный костричник, коли бы Зарычный Сергей Иванович не подставил бы свою попочеку. Недавно Сергей Иванович был вызволен от посады старшине Октябрьского районного объединания проусоюзу по причине узросту. Районка написала про тое, як много ему было выказано добрых слову от коллег. А Лео-газете не рассказали подробязности, пролепшие якостях Сергея Ивановича. По гэтому про это расскажу я, ваша любимая Валентина. Народился, будучи, лидер проусоюза у нашего района, у 1958-м годе, у нацистской Украине, у Запорожской в области, у Дзиреуне, а у Густинаука. Не вытромал уши тамошника нацизму. Поехал у Беларусь работать электроком и разгружать вагоны. Зарекомендовал себе старанным и честным работникам. Не ругался матом на улице. Не напивался до поросячего визгу и отрымал толчок для карьерного роста ураевы конками. Мы запомнили Зарычного, как порадочного и отказного чиновника, тому что я навсегда защищал права рабочих. Давайте вспомним какой-нибудь случай. Напрыклад бунт на ферме Некрашенске, когда люди уперлись в рашеню рыбы конкама, изменить керуника господарки Лоханского. Вы восстановите нам колхоз! Нет, не восстановите вы! А разобьете вы его конкретно! Союзная только требует, чтобы коров доили в обед. Их интересует молоко. А наши судьбы их не интересуют. Сергей Иванович Тады занял бок рыбы конкама, хотя колгасники мели иншую думку. Увы, не кучинуши пошли на соступки людзям. Керуника Лоханского оставили. Хоть сам Лоханский уже стоял раком и готов был покинуть любимую працу, дёля нового, гаунистого прозначенца из Гомеля. Вось Тады Зарычный себе показал. Зарычный всегда броню мирное небо. Они пытаются посеять у нас хаос. Им это удалось в других странах, но у нас это не пройдёт. Переживая за экономику района. Забастовки не пытаются организовать на частных предприятиях, только на государственных, потому что они знают, что это основа экономики. Основа экономики Октябрьского района – Гетона Дои. Олег Али – дохнуть коровы, теляты. Сергей – засовывая язык, усраку и помалкивая. Мне Польша дала гроши, камня все тут развалив. Третье – Барцун. Взмагается с чуждыми демократичными каштоуностями и громадской активностью. Очевидно и понятно, зарубежное финансирование направлено на развитие гражданского общества. Писал дурные статейки у районки Прапову Кол. Я стараюсь как-то не противодействовать. Ютуб-канал – это возможный канал оплаты отдельным личностям. Проводил воспитательные беседы с трудовыми коллективами Октябрьского. Надо принять закон об иностранных агентах. Очернял до сигнений Рудобельской показухи. Когда ни одного доброго слова не звучит в течение месяца, года, десяти лет. Ждал и ждал, ждал и ждал, когда что-то хорошее, а нет. В засилии вот этого бессовестного оптимизма, который вы льете в уши, вы же проблему никогда не видите. Даже отвалилась, о боже, все равно какая прелесть. Как патриотично отвалилась. Да, как патриотично это все. Я этого человека хорошо знаю. Причем ранее мне пришлось с ним достаточно серьезно конфликтовать. За судью Павука, за клевету Бо Павук написал про Зарычного, что той цинично-тыпичный коррупционер. Так и иное и вышло. Коли Зарычный пропарковал свое ауто, где он не надо. Его не покарало ГАИ. Павука же, по сигналу Зарычного, ГАИ покарало. Вот это ничего можно. Оболгать человека, поставить машину под знаком. Сергей Иванович, пожалуйста, прокомментируйте ситуацию. Вчера ваша машина стояла на пешеходном переходе припаркованная. Если вы будете приставать ко мне и обращиваться на правоохранительного. Это были вы, да? Коли Сирогу ставят с раком, ему соромно. Четвертое. Зарычный суприть домашнего насилия. Коли жонка Сергея починала его царапать, и он ей не тырал, а вызывал милицию. И это правильно, ибо нехуй. Як думаете, что бы было с павуком Коли, бы он поцарапал бы Зарычного? Напишите у комментариев. Такое вот стремление к интригам. Видно, что вот это вот его в этом плане мастерство растет. Бачите, икиен хороши. Гэта Сергей Иванович зарычны. Однако жирный минус. Непутевые дети Икея подтримали протесты наркоману и проституток у 20-м годзе. Фу, бля. Ну ладно, органы разберутся за гэтой херней. А цеперусьо. Продохраняйтесь во время секса, не смотрится на сварку, не подписывается на экстремистские каналы, такие як Шлопакова дура, Шлопаковская и Рудобельская показуха. Не подписывайтесь, а ле проглядывайте. Потому что проглядывать не заборонено. До наступного выпуска «Мои противные экстремистики». Живи, Беларусь! До свидания. Мы вместе.